Добрый вечер, друзья! Сегодня скажем несколько слов пояснительных, заключительных о 28-м письме, которое мы прослушали, где речь шла о смерти, о зрелости, о земле и небе. И прежде всего, конечно, возникает такое недоумение, что же это такое, почему же это бес так усердно инструктирует своего напарника, чтобы людям сохраняли жизнь. Мы боимся смерти, мы не хотим смерти, мы стараемся лечиться, мы живем жизнью осторожно и здорово, чтобы просим друг другу долгих лет на каждой ектени, а их же умножить, им лет и жития их, мы постоянно просим этого. В чем тут дело? Друзья, надо понимать, о чем идет речь, о каком времени идет речь. 1940 год. Мы сегодня знаем, что война для британцев ограничилась в основном воздушными налетами, а затем уже и наступлением в Европе. Но в тот момент здравомыслящие люди прекрасно понимали, что они находятся в пяти минутах от вторжения мощной германских армии на Британские острова. Почему это не произошло? Другой вопрос. Скорее всего потому, что Гитлер решил вместо этого направить свою армию на восток. Но если бы он их направил на запад, через пролив Ла-Манш, операция «Морской лев», которая была запланирована, вот тогда-то и надо было бы людей подготовить к тому, что смерть стоит рядом, бояться ее нельзя. Особенно тех, кто воедет, да всех, каждого из жителей этих британских островов. Вот в этом смысле исключительно велика ценность этих писем. Потому что сегодня, 21 век, нам снова несет все эти неприятности, все эти скорби, боли и потери, которых мы так сильно сожалеем. И видим, что происходит по всему миру и у нас в стране тоже. Очень-очень серьезные рассуждения автора Льюиса устами этого его отрицательного персонажа о жизни и смерти. И вот замечание, что в молодые годы больше готовности идут на смерть, чем в зрелости и подстарости. Да, не всегда, конечно, не всегда, конечно, но мы видим в молодых людях запас доброй энергии, запас доброй готовности и уверенности в том, какое дело они делают и ради чего они идут на смерть и погибают. И нам, старшему поколению, нередко бывает полезно у них учиться. С тем, чтобы наша вечная молодость, которой и так любят рассуждать некоторые, вела к вот этой вот храбрости, решимости, мужеству в правильном понимании этого слова. Дальше вот интересная цитата, которую надо вспомнить. «Предназначив их к небу, противник снабдил их, людей, весьма надежной защитой от опасности привязаться к чему-то иному». Это давняя христианская истина. Помните, наверное, да? «Душа человека по природе христианка». И, как многие тоже вспоминают в этой связи, начальные строки, буквально первый абзац знаменитой книги под названием «Исповедь Блаженного Агустина Японийского». Того самого Агустина, который столь высоко ценится, правильно ценится, на Западе. По той причине, что он писал по латыни, и о других авторах они знают гораздо хуже. Если вы откроете эту исповедь, не помню, буквально вторая-третья фраза. «Ты создал нас для себя», – обращается он к Богу, – это же исповедь. «И не знает покоя сердца наше, пока не успокоится в тебе». Очень разумные и верные слова. И не надо стесняться этого факта. А дальше еще замечание одно полезное. «Так глубоко укоренилась в них тяга к небу, в них, в людях, что лучше образ действий на сегодня убеждать их, пишет Бесс, что небо можно будет со временем устроить на земле. Средствами политики, расовой чистоты, конечно, ссылка на Гитлера, естественно, психоанализа, известный Фрейд, его напарник Гитлера, науки, в кавычках, и тому подобного вздора. Да, друзья мои, и мы тоже, наша страна, и наше наследие недавних лет, тоже, к сожалению, не прошли мимо этой идеи об устройстве неба на земле под названием «Коммунизм» или чего-то еще. И вспомним здесь цитату, тоже довольно знаменитую, из одного из сочинений Владимира Соловьева, а именно «Оправдание добра», одна из лучших книг «Оправдание добра», цитата, которая вошла прямым, так сказать, текстом в основу социальной концепции Русской Православной Церкви. К сожалению, без упоминания имени Соловьева, но настолько известен этот автор, и известны его суждения острые, что, может быть, и упоминать эти надо его имени. Итак, задача, пишет Владимир Соловьев, вовсе не в том, чтобы лежащий возле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он, мир, до времени не превратился в ад. Соловьев трезвый пишет. Насталит время, и, быть может, этот мир превратится в ад, или какая-то часть его, или что-то будет, не знаю, и мы читаем книгу «Откровение» Иоанна Богослова, видим там весьма малоутешительные предсказания. Но пока мы здесь находимся, мы противодействуем, противостоим дьяволу, с тем, чтобы мир этот не превратился в ад. Доброго ночи, друзья! Продолжение следует...